Добрый день, господин Чубаров, это вас беспокоит Мустафа из Гармайской ТВ, просто срочная новость. Можете ли вы говорить с нами? Да, могу, если коротко, связь очень хорошая, но говорите, пожалуйста. Правда ли, что Меджлис принял решение о том, что они требуют национальной независимости для Крыма? Нет, о чем вы говорите? Меджлис принял решение, где заявила о своем праве на самоопределение в составе Украины. Полный текст обращения Меджлиса, который, кстати, адресован Верховной Раде Украины и украинскому народу, гражданам всех национальностей, он размещен уже на всех ресурсах. И речь идет о том, что мы считаем, что мы призываем Верховную Раду Украины, другие высшие органы государственной власти Украины, немедленно и совместно с международными организациями, мы их перечисляем, обеспечить свободное возъявление осуществления Крымстарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в составе независимой Украины. Перед этим мы говорим о том, что мы подтвердаем свое признание Украины как суверенного и независимого государства в существующих границах. Мы не признаем крымский референдум, который проводит УСЭР, неизменить территориальную принадлежность Крыма. Мы категорически отвергаем любые попытки определить будущее Крыма без свободного возъявления коренного народа Крыма, крымских татар. И мы говорим о том, что Украина должна немедленно присоединиться к Декларации ООН о правах коренных народов. Но это часть того, что мы сегодня приняли. То есть правильно я понимаю, просто у нас, видимо, ложная информация, что вы просто потребовали национальной автономии, но в составе Украины. Мы говорим о праве на самоопределение в составе украинского государства. И мы говорим о том, чтобы вот в этих условиях совместно с международной общественностью мы определили возможности нашего свободного возъявления. Мы говорим, что судьбу Крыма никто не имеет права решать без нас. Ага. Тогда последний вопрос. Как вообще завтрашнему дню татары крымские готовятся к референу? Они будут принимать участие или они проигнорируют? Нет, я думаю, что завтра будет очень значительный бойкот. И не только то, что со стороны Крым-Сатар в этом нет никаких сомнений. Это будет бойкот. Но я не сомневаюсь в том, что очень многие наши соседы, русские, украинцы, люди других национальностей, они тоже не выйдут на референдум. Потому что, ну, в общем-то, введение вот войск и тот страх, который сейчас есть в Крыму, он многим открыл глаза. Мы призываем людей вообще не выходить на эти участки, не подходить. Мы ожидаем некоторых провокаций со стороны тех, которые захотят, может быть, создать картинку, что вот, мол, некоторые хотели помешать выбору тех людей, кто придет на участок. Отныне такой возможности не дадим. Мы знаем, что результаты так называемого референдума все равно уже заранее предопределены. Мы работали всю эту неделю для того, чтобы людям объяснить о том, что такое действие, оно принесет еще большее несчастье Крыму. И мы уже вот сегодня ночью, как говорится, эту работу прекратили. И ждем теперь объявления триумфального результата, который уже давно предопределен. Понял. И господин Чебаров, можно ли будет завтра, вы где будете, в Киеве, или будете в Севастополе, в Симферополе, как можно будет с вами связаться? Мы хотим завтра провести такое большое слушание, поэтому дело у нас в эфире. Я думаю, что мы с вами можем по телефону или по скайпу связаться. Все, тогда завтра мы вас будем набирать, если вы не против в течение дня несколько раз, чтобы просто понимать ваше настроение. Ну, насчет несколько раз не знаю, но, может быть, один раз удастся. Вам всего хорошего, спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был Рафат Чебаров, один из лидеров крымских татар в Крым.